Россия и Украина являются источниками, странами транзита и странами назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду, говорится в докладе. В России проблема усугубляется на фоне увеличения количества мигрантов. По сведениям из официальных и неофициальных источников, в стране находятся от 5 до 12 миллионов иностранных рабочих. В основном они заняты на стройках, рынках и нелегальных производствах. Многие из них подвергаются принудительному бесплатному труду, физическому насилию и вынуждены существовать в непригодных для жизни условиях. В Украине, согласно докладу, преобладает торговля людьми с целью предоставления секс-услуг и принудительный труд наравне с Россией, Польшей, Турцией, США и другими частями Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Украинские женщины и дети становятся жертвами торговли людьми внутри страны. Некоторые из них принудительно попрошайничают. В государственных приютах содержится от 82 до 200 тысяч детей. Именно они в зоне риска и могут оказаться жертвами торговли людьми. Агрессия со стороны России привела к тому, что в Восточной Украине более 1,3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои места проживания, что также поместило их в зону риска. Поступает сообщение о случаях похищения людей с целью продажи их в сексуальное рабство в зонах конфликта. В докладе также отмечается, что пророссийские сепаратисты в Восточной Украине использовали несовершеннолетних в качестве солдат, осведомителей и живого щита.